Приветствую вас. Я думаю, что вначале я выскажу несколько мыслей по поводу общего впечатления от вашего текста. А дальше, после этого я пройдусь по вашему тексту и дам какие-то комментарии, которые, надеюсь, вам помогут, которые, надеюсь, позволят вам несколько лучше посмотреть на ситуацию, которая у вас происходит, произошла. Значит, смотрите. Первое, что мне хотелось бы отметить, это то, что у вас определенно есть достаточно четкая позиция. То есть у вас есть определенно достаточно четкая позиция по поводу многих моментов, многих разных моментов. Позиция эта мне показалась довольно жесткой, довольно такой однозначной. Позиция мне показалась достаточно четкой. И я действительно поверил в то, что вы самодостаточный человек, что вы действительно знаете, чего хотите, что вы действительно понимаете, что вы хотите, куда вы идете и так далее. То есть я вот действительно в это поверил. Но судя по тому, что вы описали, судя по тому, что вы описываете, вызывает вопрос ваша самостоятельность, вызывает вопрос ваша целеустремленность, вызывает вопросы ваши жизненные цели. На это косвенно указывает и то, что вы 22 года, даже 21 год, как я понял, переехали в Испанию. Нет никакой информации указывающей на то, что вы проходили обучение, что вы получили образование, что вы работаете по специальности, что вы растете в этом направлении и так далее. На это косвенно указывает и то, что вы работали официанткой. Правда непонятно, как вы работаете сейчас, но тем не менее. То есть как бы ваша самодостаточность, ваша сила не была результатом вследствие того, что, например, в семье вашей, в детстве вашем, вы испытывали определенное давление и либо заставляли быть себя такой, по прописанию родителей. В действительности этого не желаю. Либо ставь самостоятельный вопреки каким-то посылам ваших родителей. И, соответственно, двигались вы все это время в отношениях, да, не своим путем, не своими целями, а, например, целями мужчины. То есть, может быть, ваша цель это мужчина. Понимаете? Вот. Что касается менталитета. То, вы знаете, здесь я соглашусь с вами отчасти в том, что действительно далеко не всегда, далеко не везде все дело упирается только в менталитет. То есть, иногда, зачастую, очень часто, как бы, ну, не в менталитете дело, да. То есть, может человек быть выше и выше менталитета. Но в данном случае мужчина, он показывает, что вы для него не партнер. Что вы для него неравны, неравны, что вы ему неровны. Как бы вам, вот, неприятно это было бы, эээ, осознавать. Вы для него неравны. И воспринимать вас как равную он не может. Так вы себя поставили. Или он так вас воспринимает. Я не знаю. Если вы целеустремленная и сильная личность, если вы всегда такой были, как вы говорите, то этим вы его, возможно, и привлекали. Своей силой, своей внутренней уверенностью, своей, своей целеустремленностью, знанием того, что вы хотите. То есть, мужчина знал, мужчина знал, что вы готовы его принять. Готовы создать уют, готовы дать ему то, что нужно. На самом деле, вопрос этот решается достаточно просто. В том смысле, что вам достаточно просто спросить у него, как он воспринимает женщину. То есть, вот, какое место, роль, эээ, он отводит женщину. То есть, вот вы его любимая женщина, да? Кстати говоря, не жена еще. Что немаловажно, потому что вы ведете себя как жена. Хотя вы для него не жена. Вот, вы его любимая женщина. И он отвел для вас определенную роль. Не важно, менталитет, это не менталитет. Он отвел для вас такую роль. А если вы хотите большие роли, да, для себя, то вам не то, что нужно отдаляться. То есть, какая-то вот холодность, да, какая-то манипуляция. Здесь, на самом деле, далеко не лучший расклад. Вам нужно просто больше заниматься собой. Вам нужно просто больше уделять внимание себе. Понимаете? То есть, мужчина организовал свой быт в чужой стране, да, в Испании. А вы в Испанию переехали ради него. Смотрите. Мужчина просто переехал в Испанию. Да, вот он. Ну, потому что он и хотел, потому что ему это было нужно, к примеру. А вы, вы, вы по факту переехали ради него. Ну, для него, ради него. Вы не переехали для своей какой-то цели. Вот. Я думаю, что в этом важно принципиальное отличие. И именно по этой причине он ведет себя так, а вы реагируете на это. Да, как, так, как реагируете. Теперь, если я, значит, пройдусь по вашему тексту. Текст довольно большой. Я его разберу. И буду давать какие-то комментарии. Вы пишите мне и моему парню. Он 22 года. Мы люди разных стран религий. Он из Аткстана. Я русский. Ну, интересно, что вы сказали, что у разных стран религий. И его религия, это понятно. А какая религия ваша, так что вы не уточнили, верите ли вы в Бога или нет. Это, ну, может быть, именно в вашем случае это действительно имеет какое-то значение. Вы пишите, что вам 22 года, да? Соответственно, очень важно понять. Значит, вы говорите, что вы имеете два с половиной года. Вот что между вами общего? Что вас связывает? Что вас объединяет? Знаете, очень осторожила меня вот эта вот история. Очень осторожила меня вот эта вот история, что ваше времяпровождение сводится только к тому, что секс валяется перед телевизором. Всё. То есть такое впечатление, что между вами общего-то ничего и нет. С между вами нет никакого общего дела. Между вами нет никаких общих целей. Между вами нет вообще ничего общего. Понимаете? Может быть, вам хорошо вместе. Может быть, в мире вам отдельно. Но дело, дело, никакого у вас общего нет. Отсюда возникает и вопрос о природе чувств. Ну, в данном случае, чувств ваших. И к нему. То есть, ну вот, вы, к примеру, вот, к примеру, вы, что вы к нему чувствуете? Что вы к нему чувствовали? Чего вы хотите по отношению и в контексте него. Хотите ли вы что-то? То есть, то, что хотите, это очевидно. Меня интересует, скорее, чего именно вы хотите. Короче говоря, здесь вам стоит подумать над природой ваших отношений с ним. Что это за отношения? На чем они базируются? На чем они основаны? Что есть фундамент? Если вы увидите, что фундамента, скажем так, недостаточно, да? Если вы увидите, что фундамента немного, фундамента немного, а его, судя по всему, то немного фундамента, то, ну, тут вот проблема. Тут проблема. То есть, нужно работать над фундаментом. То есть, это может быть все что угодно, да? Это может быть ваше дело, это может быть, например, ну, желание ему помочь. Как я понял, мужчина, он занимается индивидуальным предпринимательством. Вот. Вы могли бы вызваться, вызваться, помочь ему. Ну, в чем-то. Вот. Короче говоря, мужчина в силу ряда причин не уважает вас как личность. То есть, как девочку вы ему нравитесь, как женщина вас обожает, у вас потрясающая химия, я уверен, что у вас хорошая сексуальная совместимость. Вот. Вам хорошо вместе в роли, значит, ну, в роли мужчины и женщины. Вот. Но, как личность, он вас не видит. И, если честно, я не вижу тоже вас как личность. То есть, вот вы говорите, что вы сильные, самодостаточные и целеустремленные, да? А в чем это проявляется? Кроме того, что вы, ну, вот, как вы говорите, значит, переехали к нему в Испанию, да? Кроме того, что вы работали официанткой, и кроме того, что вы, значит, можете себя занять. Ну, чем-то, да? Вот. А вот кроме этого, ну, я не увидел больше. Не увидел, чтобы у вас было какое-то дело с вами. Не увидел, чтобы вы организовали свой круг общения. Не увидел, чтобы у вас были какие-то занятия. Я не увидел этого. Может быть, вы этого не написали. Если вы не написали, то простите. Но мужчина не видит вас как личность. Может быть, ему не нужна личность. Может быть, нужна только женщина. То есть, это тоже интересный момент. Вам 20 лет было, когда вы познакомились. Какие были цели и желания у вас? Какие цели и желания были у него? Чего вы хотели для себя? Чего вы хотели для него? Чего он хотел для себя? Чего хотел для вас? Какими вы были два с половиной года назад? Какие вы сейчас? Люди. Это очень важная история. Дальше. Так. Начинают же отношения дляться больше двух с половиной лет. Начали еще не в России. Потом парень приехал в Испанию. Через год я решил приехать к нему, дабы быть вместе. Вот. Вот ключевая история. Понимаете? Ключевая история. Я работаю с эммигрантами, да? Ну, из, допустим, России, там, из Украины. Вот. Эммигрантами, с эммигрантами в, там, разные страны. Америку, там, Европу, да? Вот. Там, страны Азии даже. Есть, эмм, ну, клиентов. Вот. И, история здесь такая, что те, кто переезжает к своим партнерам, да? Клицерастически становятся зависимыми от этих партнеров. Вот. Я не говорю, что это, как бы, так сказать, эм, ну, тенденция. Не говорю, что это, так сказать, панацея, может быть. Но, я говорю о том, что это, в данном случае, статистика. В данном случае, статистика. Ну, и элементарная логика, да? Элементарная логика. То есть, люди, в данном случае, вы. Вы, в отличие от своего мужчины, да? Я об этом уже говорил. Переезжаете в Испанию не потому, что вам там что-то нужно, что вы там видите из-за себя перспективу. А дабы быть, быть вместе, вы переезжаете. И, наверное, вы считаете для себя это адекватной целью. Я вас разочарую, нет. Для сильной, целеустремленной, независимой личности это неадекватная цель. Неадекватная цель ехать в другую страну, да? А, соответственно, да? Менять свой быть, подстраиваться там и так далее, там что-то еще. Неадекватно. Все это делать ради того, чтобы быть вместе с кем-то. Можно, можно ехать, потому что, как бы, ну, любишь человека, да? Да, действительно, хочешь быть с ним. Это правда. Это правда. Это адекватно, да? Это так. Но! Должно быть еще что-то. Знаете? Должно быть еще что-то. У вас этого нет. У вас нет этого. У вас нет этого. И вот возникает вопрос. Чего же вы хотите? Ну, здесь, как бы, вот, ответ Кудрышова и Игоря Леонидовича вполне уместен. Тревозен. И контроль. Дальше. Парень говорит о серьезных намерениях и отношениях ко мне. Что это значит? Так. Сейчас я посмотрю. А, Лили. Лили. Что это значит? То есть, что это значит серьезные отношения, серьезные намерения и отношения ко мне. Это как понятно? Вообще, с этой точки зрения, мужчина, надо сказать, как бы, себе не изменяет. В том смысле, что вот он, как обещал, да, он, в общем-то, так себя ведет. Как он это понимает, конечно. Я ни в коем случае не хочу сказать, что он во всех отношениях объективно серьезно настроен по отношению к вам. Но, опять же, вы говорите, что парень говорит о серьезных намерениях и отношению ко мне. То есть, для вас это важно. Не то, что вы с ним вместе. Не то, что у вас есть что-то общее. А именно, именно, что серьезные намерения и отношения к вам. Вот, вот что вас волнует. Ну, и у меня к вам вопрос возникает. Как бы, да? Насколько для вас это важно и ценно? То, что у него серьезные намерения к вам. Где вы сами в этом? А какие намерения у вас? Лили. Вот год мы уже живем вместе. Первые полгода жизни у нас в отношении все было хорошо. Мы его много работали, чтобы накопить и устроить себе уютные условия жизни. Правда, у него был более свободный. Когда Федя работал отменкой в ночные смеси? Нет. Нет, Лили. Нет. У вас не было все хорошо. Это была иллюзия. Все хорошо у вас не было. Не было конфликта. Да. Но не было все хорошо. Знаете? Тут еще, еще важный момент. Вы пишите, что мы много работаем. А для мужчины, вот, ну, вашего, я бы сказал, что это не совсем типичная история. В том смысле, что он перед ней вам не должен был бы позволять работать. Он позволял. Вы работали. Вот такой вопрос. Для чего? Для чего вы работали? Вот именно вы. Именно вы для чего работали? Именно вы зачем работали? Это важно. Вы работали для того, чтобы создать себе уютные условия для жизни. А нужно работать было, чтобы вот, ну, если вы, к примеру, хотите, да, чтобы эта вот ситуация, чтобы она не повторяла. К примеру. А нужно работать для своего развития. Не для материальных благ каких-то. А для развития. Потому что блага будет, а дальше что? Вот и скажите мне. Вам, допустим, нравится ли работать официально? Наверное, нет. А какая перспектива ваша в этой работе? Ну, есть ли она, эта перспектива в работе? У вас. Понимаете, да? Момент. То есть, ваше отношение к работе и его отношение к работе. Мой парень невероятно общительный человек и количество друзей и знакомых у него просто огромное. И вы об этом знали. Вы знали о том, что наш парень невероятно общительный человек. Возможно, именно поэтому он вас привлек. Вот у меня вопрос. А что вас привлекло в человеке? Что вам понравилось в человеке? Не это ли самое сейчас делает вам больно? Не это ли самое сейчас мучает вас? Дальше. В те первые полгода он часто ходил гулять с друзьями, в то время без меня в 99% случаев, как я работал и как бы он. И я находили оправдание. Этому я должен идти на работу. Вот. Понимаете, какая история? Проблема эта уже была. Проблема эта уже была. Просто. 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 Вы находили этому оправдание. То есть, пока у этого оправдания были, все было нормально. Вы сами, да, создали как бы иллюзию вот эту. Вы сами создали как бы идеальную картинку. Но я уверен, что уже тогда, я уверен, что уже тогда вы подозревали, что это не так. Уже тогда вы чувствовали, что что-то неправильно идет. Вот. Вот. Ну и, конечно, очень интересен, на мой взгляд, очень интересен критерий, критерий, ну, критерий работы, критерий выбора работы, я бы сказал. Вот. На мой взгляд, это прямо очень интересно. Вот. Потому что, почему именно официанткой, почему именно ночью, вот. то есть, на мой взгляд, это, вот, не случайно. На мой взгляд, вы выбрали именно эту работу, не случайно. Дальше. Идем. Так, значит, вот уже с декабря он занялся транспортными перевозками, бывает отсутствует неделями дома и приезжает только на пару дней. Опять же, не совсем понятно, для чего он занялся транспортными перевозками. Не совсем понятно, что в этой ситуации делаете вы, как в этой ситуации вы себя ведете и как поступаете. Не могу сказать, что эта разлука давалась очень тяжело, так как у меня есть чем заняться, но я заметил, что мы отдалились друг от друга довольно сильно. Правильно, потому что у вас ничего общего. Кроме секса и просмотра телевизора я больше у вас ничего общего не видел. Никаких общих занятий, никаких общих дел. Может быть, даже тем общих нет, помимо его общительности. Или я ошибаюсь? Он перестал делиться со мной чем? Почему? То есть, вот, он перестал с вами делиться. Да? А как только вы заметили это, ну, об этом сразу надо сказать было. Вы сказали, как он отреагировал? Как отреагировали вы? Какое значение это для вас имеет? Имеет. Персон делиться со мной, мог не звонить, эм... Днями, эээ... Хоть знаю, что я здесь совсем одна. Одна. А почему вы одни? Одна, Лили? Почему вы одна? Он себе нашёл занятия, он нашёл себе знакомых. А вы почему не нашли? Давайте. То есть сейчас вот вы, в этой ситуации, вы выступаете в позиции жертвы. Вот. Вы очень простите, но... Такая история. Вы выступаете в позиции жертвы. Он знал, что я совсем одна. То есть как бы, вот я одна, да, он должен мне звонить. Вот он теперь вас звонил, а потом, наверное, перестал. Ну или сразу это было... Непонятно. Да? То есть, с одной стороны, вы не организ... эээ... не можете, как бы, эээм... Организовать, эээ... свой быт адекватно. Ну, по ряду причин. Не рады, что вы думали, что я вас обвиняю, но просто это констатафтный факт. Вы совсем одна, вам действительно нечем донять, у вас действительно нет круга общения, вам действительно скучно, вам действительно тяжело. Дело-то у вас есть. Вопрос, вот в чём? Дела у вас нет. Судя по... тому, что вы... спичите. Ну, это с одной стороны. С другой стороны, ведь он приезжал, всё ваше времяпроводение отводилось только к сексу, он с вами не делился, и... вы ничего ему не говорили. Вот. Вы не общались, не обсуждали, не обсуждали эту тему. Получается. Дальше. Эээм... так. Значит, когда я ему говорила о том, чтобы куда-то выйти... Вот. Ему говорили о том, чтобы куда-то выйти. Сами вы не выходили. Эээ... так, я же девушка, мне хочется одеть красивое платье и прогуляться. Я не могу жить в одной работе. Вы знаете, да. Эээ... с одной стороны вы правы, с другой стороны... Знаете, вы как будто не уверены в том, что вы девушка, и вы как будто постоянно девушкой себя не чувствуете. То есть я понимаю, что вам хочется, эээ... ну, как-то проводить досуг. Но почему ваш мужчина проводит досуг один, когда вы на работе, а вы, когда он на работе, этого не делаете. Вы выходите куда-то выйти с ним, а не одна. Дальше. Эээ... так. Он говорил о том, как он стал от жизни в фуре и хочет быть дома. В этом случае я просто закрывал все тему. Минуточку. А по какой причине вы закрывали тему? То есть, по сути, вы шли на жертву. По сути, вы наступали на горло своим желанием и переживанием. По сути. Эээ... правда? Вы наступали на горло тому, что... хотели. Вы наступали на горло... эээ... тому, что... вам хотелось. Почему-то. Почему-то. Но все, что он устал, это его выбор. Это вы... это его выбор на работу. Его никто не заставлял работать, эээ... на... на фуре. Вот. Так почему же? Почему же вы закрывали тему? По какой причине вы закрывали тему? Ведь ваше желание никуда не уходило правильно. Ваше желание оно как было... так и оставалось. Верно? Верно. Сами вы его не реализовывали. Своё желание. То есть сами вы не вы... ну... ну... продолжали эээ... не выходить никуда. А ему... стоило ему... эээ... вот... ну... сказать вам... такую вещь, что... я устал там... от жизни в фуре. Вы сразу закрывали систему. И заметьте, что вы... заметьте, что вы... Ха... так... Вы никак это не поясняете. С вас это... вас это даже не волнует. А это принципиальная история. Вы поступаете своими интересами... здесь. И даже не замечаете. Больше всего меня волнует его вечные походы с друзьями. Это... сравнение себя с другими. Соперничество, а по итогу стыд. По итогу стыд. Вам стыдно. Вы себя не принимаете. До конца. Такое, какая вы есть. Мне кажется, что они всегда на первом месте. Они не на первом месте, Лили. Они на своем месте. Понимаете? Первого места нет. Но для вас это место есть. Конкуренция, соперничество, борьба, сравнение. Понимаете? Сравнение себя с другими у вас присутствует. Вы сравниваете себя... Ладно, я бы все понял, если вы сравнивали бы себя с девочкой. Ладно. Но вы сравниваете себя с друзьями. Вы говорите, они всегда на первом месте. Понимаете? Ну, друзья есть друзья. А почему вам, например, не сделать их своими друзьями, к примеру? Да? То есть, например, не пригласить своему молодому человеку пригласить их к вам. Завестись с ними с ними беседу. Чтобы они потом захотели пообщаться и с вами тоже. Но нет. Этого вы не делаете. А почему вы самой, например, вот когда молодой человек уходит, да, самой не пойти погулять и не встретиться с его друзьями? Например. Нет. Вы предпочитаете сидеть дома. Видимо. А если вы предпочитаете вот переживать по поводу того, что они у него всегда на первом месте. А кто должен быть на первом месте? По вашему. Нет. Ну, хорошо, если человек выбирает, да, допустим, выбирает женщин в качестве первого места. Тут как бы точек зрения много. Вот для него, для него друзья на первом месте. Это его выбор. Я вам даже больше скажу. Он не может отказать просто. Я работал с, работал и работаю с людьми, вот, как ваш молодой человек, да. Я могу точно сказать, что он может и хочет отказать иногда, но не может. Он не может этого сделать. Он бы и рад, но он не может. Это традиция. Он так воспитывает. И это уходит корнями очень далеко. Если он хочет меняться сам, это может он сделать. Но он не может отказаться. А вы воспринимаете это как оскорбление себе. Почему? Что по тем же причинам. Так. Несмотря на то, что я его просил о чем-то в плане выйти куда-то, он отказал мне, никогда не отказал, друзья. Опять же, сравнение. Опять же, это сравнение. Вы сравните себя с друзьями нельзя. Друзья не просят, друзья предлагают. А попробуйте так. Так. Дорогой. Я сегодня иду туда-то, туда-то, туда-то. Туда-то, туда-то. А заставишь меня компанию? Нет. Окей. Я пойду одна. И все. Друзья-то ведь предлагают. Друзья-то ведь не упрашивают его. Как вы. И вы, я уверен, так не говорили. Месяц назад мы зашли в недельную ссору по этому поводу. А именно, то я себя чувствую ненужно, что он не интересуется моими делами, что как бы постоянно что-то скрывает, что те редкие дни, когда он дома, он предпочитает провести с друзьями, чем со мной. Со мной он просто займется сексом и уйдет к друзьям. Так а ему не интересно больше. Ничего с вами. Знаете, вот вы говорите, я чувствую себя ненужно. Так, а что вы делаете, чтобы быть нужным? Что вы делаете, чтобы быть интересным? Ну вы же не считаете своего мужчину настолько низкоинтеллектуальным человеком, что он просто не оценивает ваши интеллектуальные способности и не видит ваш духовный мир. Ну серьезно. Это первое. Второе. Вы зашли в ссору. Не мы зашли в ссору, а Лили зашла в ссору, да? Потому что чувствует себя ненужно и пытается скомпенсировать чувство ненужности требует чего-то от молодого человека, от мужчины. Вы считаете это адекватно? Ну вы можете так действовать, вы можете так поступать. Мужчина все больше и больше времени будет проводиться с твоими друзьями. Вот. Тем более чем у меня человека доедете, тем больше он будет отдаляться. Нужно отпустить, чтобы он перестал. Нужно не просто отпустить, а показать, что вы двигаетесь сами. Показать, что вы самостоятельные, он не чувствует, что вы самостоятельные. Ааа, так. Мы уже должны были расстаться на пару дней, а потом он сказал, что пытается сделать так, чтобы я чувствовал себя лучше. Ну это вот последствия родителей. То есть вы стимулируете своего мужчину на то, чтобы он был для вас родителем. А вы ребенок. Скажите, можно с ребенком спать? Можно ребенка уважать? Можно ребенка ценить? Можно относиться к ребенку как к равному? Дальше. А самое главное, что это же он делает, чтобы что-то на себя лучше. Не вы. Вы-то не делаете. И лучше вам не станет. Там эта тревога у вас. Чтобы не делали другие люди, все это лишь только на поверхности лежит. А я вижу, что якобы он пытается проводить времени со мной чуть больше. Вот тут якобы он пытается проводить времени со мной чуть больше. То есть понимаете, да? Так что вы с одной стороны его принуждаете, а с другой стороны вы ему не верите. Полный растрай. В ваших чувствах. И в ваших собственных ориентирах. Ну вот помни. На днях у него был день рождения. У него, Лилия. У него был день рождения. Он говорил, что не хочет праздновать, то проведем ему этот день вдвоем. И вы поверили, конечно же. И вы поверили, что он не хочет праздновать день рождения. Зная, что он общительный, знает, что у него куча друзей, вы поверили. Или хотели поверить. Или хотели, хотели поверить. Потому что иначе опять бы тревожились, опять сравнивались с себя и так далее. Я хотел устроить ему романтичный вечер. Вечер сняла отель с безумным видом и спал. Хорошо. Только ответьте мне, пожалуйста, жалей. Вы сделали это для него? Или вы сделали это для себя? Если для него, то он справится распрощаться подарком так, как хочет. Хочет воспользоваться, хочет не воспользоваться. Для кого сделали подарки? Для кого хотели устроить романтичный вечер? Вот вы пишите, что ему. А ему ли? Дальше. За два дня до ДР он мне сказал, что он уедет работать в этот день, так как он не может взять выходной. Я отнесся с пониманием. Так. Здесь не совсем понятно, сказали ли вы ему, что приготовили подарок. Вот. Но потом оказалось, что вдруг приезжают его друзья и он будет праздновать с ними. Меня он не возьмет. А почему? И уже может взять выходной. Мне стали очень обидно, так как он опять поставил их на первое место. То есть, все-таки, его день рождения вами воспринимался как средство получения чего-то для себя. Понимаете? Вот насколько вы завязаны на другом человеке, насколько вы себя обделяете. То есть, вы через него пытаетесь для себя получить что-то. Для себя обеспечить что-то. Напрямую нужно это делать. Далее. Обидно. Ну, обиды это вообще ожидать. То есть, вы ожидали, что он действительно в свой день рождения будет работать. Вы ожидали, что к нему не приедут его друзья на день рождения? Это при том, что у него их много и он очень общительный человек. Лилий, вы серьезно? Вы серьезно даже не предполагали, что могло произойти то, что произошло? Лично мне кажется, что нет. Я без ссоры сказал ему, как это неприятно, как это неприятно. Он тебя поступил очень хорошо. Хорошо. Празднование перенес на день перед этим. Устроил вывозку на природу. Позвал меня и еще некоторых девушек и друзей. Пообещал, что сегодня на день мы приводим вместе. Лилий, ну вот здесь я, пожалуй, соглашусь с коллегой, Кудрячевым Игорем Леонидовичем, что это просто манипуляция. Человек хочет провести день рождения так, как хочет он, вы говорите, что вам неприятно, и он из-за того, что вам неприятно, откладывает свой день рождения. И обещает вам провести его так, как хотите вы. Не так, как хочет он, а так, как хотите вы. И вы считаете, что это поступок очень хороший. Вот, извините, но, кроме как давлением на человека и вызовом у него чувство вины с целью получить то, что нужно вам, назвать это невозможно. Дальше. Для меня этот человек был безумно приятным и значимым. Безумно приятным и значимым. И вы уже как бы забываетесь, что речь идет вообще-то о его дне рождения, а не о вашем. Это его праздник, а не ваш. Это его нужно радовать, а не вас. Понимаете? Вам это нужно. Почему? Очень просто. Потому что себя вы не радуете. Потому что у вас своего ничего нет. Или? Я не обвиняю вас. Я понимаю, почему вы так поступаете, и почему вы так стремитесь к этому. Я понимаю. Но и вы стремитесь с таким отношением, с таким давлением, вы будете только же с женой, которая ждет своего мужчины с работы. С которым он занимается сексом, потом у вас будут дети и все. С таким отношением вы будете такой. Дальше. День рождения. В день его рождения друзья звонили и звали его в бар. Он приначале на меня отвечал. В 11 вечера начал собираться к ним. Ну и что? Ну и что? Разве он не может? Нет. Знаете, я не хочу быть эгоистичным и мелочным. Я понимаю его стремитесь. Но он обещал другое. Это его делородина вообще. Вы своим поведением вынуждаете человека ставить себя в положение, когда он обещает вам то, что нельзя. А если бы он не пообещал? Что было бы? А было бы испорчено ее насилие. Понимаете? То есть, опять же, да, он, он дает обещание, которое не может выполнить. Я согласен. Это его ответ сейчас. Но мы-то здесь говорим про вас. Поэтому, говоря о вас, я хочу сказать, что вы вынуждаете человека давать те обещания, которые вы точно знаете, вы не можете не знать, он не выполнит. Ну и зачем так делать? Для чего? А для того, чтобы его обвинить. Для того, чтобы его обвинить и, опять же, прийти к позиции по итогу, что вы недостойны. Это ваша позиция, что вы недостойны, что вы не на первом месте и так далее. Но вы поймите, если вы себя сами не чувствуете на первом месте для себя и не ставите себя на первое место сами, если у вас есть чувство стыда, сомнения, если у вас есть зависимость от другого человека и так далее, никто вас на первое место не поставит. Вас могут идеализировать, но идеализация это не на первое место. Я весь день просил его, давай выйдем куда-то из дома, он не хотел, а тут с удовольствием собрался. Опять же, опять же. Вы просили его, давай выйдем, но сами вы не пошли. Вы не собрались, не поставили его перед фактом, сказали, я вот иду туда, ты со мной или нет. В этом не сделано. Неужели вы думаете или ли, что он не пошел бы с вами, если бы вы поставили перед фактом его? Но, неужели? Но этого не знаю, вы даже не попробовали. А почему? Может быть боитесь, что он не пойдет? Может быть боитесь, что он не пойдет и что вы будете чувствовать себя еще хуже? Риск нужен, риск, вы не рискуете. Он сказал, что они ждут, и я как же любящая девушка должна была сама сказать иди. Ну здесь он конечно не прав, потому что ждать от вас такого не имеет смысла. Но, еще раз, учитывая его особенности, учитывая его национальность и учитывая день, ну, ожидание его, скажем так, ну, ожидание его типичное. Правда мы подняли тему менталитета впервые в жизни. Он говорит, что у него много друзей, он хочет с ними проводить время, что ему хорошо со мной дома, ему уютно и комфортно, что он всегда будет хотеть вернуться ко мне домой, но у них такой менталитет. Это правда. Он с легкостью делится с девушек со два типа, те, которым хочется вернуться домой и тех, с кем хочется набухаться где-то в клубе и потусить. Ну вы знаете, да, это тоже правда. Я не могу это понять, так как у меня есть примеры знакомых семей с подобным менталитетом, где жена ждет его дома с детьми, а он каждый вечер гуляет с друзьями и снимает вас с девушек. Так вот. Так вот. Почему вы не можете это понять? Вот у него, у этого мужчины именно такая девочка, к которой не хочется возвращаться домой. Что вам не понятно? Но она себя так поставила, что к ней не хочется возвращаться. Она себя так поставила, что она неинтересна. Мышине. Понятно, что там и у мужчины проблемы. Но так что? Выше говорит, вы же только на мужчину сваживаете, что она его ждет, не надо никого ждать. Что ты делаешь? Никого ждать не надо. Она ждет, ну ждет, ну вот ждет, все. Мой парень говорил мне о том, как я ему дорога и как ему хорошо со мной, да, сказал, что любит. Он говорит это крайне редко. Правда, убили меня его слова о том, что даже если когда-то он изменит меня, то все равно вернется ко мне. А убили-то почему? Потому что боитесь потерять. А потерять боитесь почему? Потому что боитесь одиночества. А одиночество боитесь почему? Потому что вам некомфортно с самой собой. Потому что вы сами для себя свое личное пространство не организовали. Своим личностным ростом, своим развитием вы не занимаетесь. Отсюда и проблема. Ну а там еще стыд примешивается. Тут еще вот вы пишите, что... Так, я не верю в менталитет в этом случае. Мне кажется, тут скорее дело удобно-неудобно. То есть это уже родитель пошел. Это уже пошли вот такие вот ригидные установки, да. То есть типа вот, что вот это так, вот если это не так, то вот так. То есть перестали вы учитывать особенности человека. Ну и соответственно убили слова, да. То есть вот это вот очень важно это чувство поисследовать. В начале отношения он говорил о том, как ему повезло, ведь оно может чувствовать себя уютно по-семейному и погулять, и оторваться хорошо. Так. А вот что это значит? То есть ему уютно и по-семейному и погулять, и оторваться хорошенько. Что это значит? Если я вас правильно понял, то значит это только одно. что человек с одной стороны видел вас раньше в тепло, уют и семью, с другой стороны, а порваться и погулять хорошенько. То есть друга. Но, по мере того, как мужчина к вам привязывался, по мере того, как мужчина, возможно, испытывал к вам, начал испытывать к вам все большие чувства, он перестал видеть вас друга, он перестал видеть вас ту, с кем можно оторваться хорошенько и погулять. Такой у людей менталитет. Такой у него менталитет. Это менталитет. Я понимаю, что выложила много всякого, немного запутанного, но не знаю, как себя вести дальше. А дальше ведите себя так, что делайте то, что хотите сами для себя. Его оставьте перед фактом, что вы это делаете. Предлагайте ему либо разделить время с вами, либо остаться. И увидите его чувства. Увидите его суд. Либо человек будет стремиться вас подчинить, либо он разделит с вами ваши увлечения. И вам будет более интересно, кстати говоря, вместо. А если вы покажете, что вы хорошая тусовщица, то вообще будет замечательно. Замечательно. Дальше. Я не хочу быть женой, покорно ждущей дома мужа с гулянок. Но я понимаю, что не могу с ним говорить и ругаться вечно об этом. Так как могу разрушить его хоть какие-то попытки сделать что-то лучшее. А вы что делаете? Вы делаете что-то, чтобы было лучше? Я никогда не говорю ничего, когда он ставит на первом месте друзей, который знает давно и подальше меня. Опять. Это опять. Вы опять решаете за него, каких друзей можно ставить, каких нет. Это родительская позиция, это родительская установка. Надо. Если он знает кого-то лучше меня, надо ему помолить. Если он знает кого-то меньше меня, надо объезжаться. Нет такого. Человек сам определяет, кого он ставит, а кого нет. Вы здесь не решаете ничего. Понимаете? Дружба работает не так. Не по времени, кого он дольше знаешь. А с кем у тебя больше общего, с кем тебе хорошо, Лили. А-а-а. Так. Ну, когда он, к примеру, на ДР предпочитает, мне нельзя твои обещания ради людей, которых он знает пару месяцев, мне обидно не от того даже, чтобы не провели день так, как я хотел. Вот смотрите. День рождения его, а провести день вы должны были так, как хотели вы. Что это? Так я понимаю, что вы неудовлетворены. Я понимаю, что у вас свои желания. Так реализуйте их сами. Причем без деньрождения человека? Так. От того, что попросту не додержался своих слов. Ну... Такое впечатление, что вы идеализируете. Вот у вас к себе большие требования по ограничению себя. И от другого вы ждете, что другой человек тоже будет ограничивать себя. Ну, это так не работает. Понимаете? То есть, как бы... Если вы, например, ездите себя постоянно в рамках принципов и каких-то вот установок, не знаете, что это будет делать он. То есть, нельзя принимать от человека до того, что вы требуете себя, да? То есть, если вы постоянно... Если вы держите... Эээ... Ну... Держите свое слово. Не значит, что другой человек будет делать тот самый. Ну, и опять же, какое значение для вас это имеет? Ну, не сдержал обещан. Ну и что? Если вы его меньше уважаете от этого, если вы меньше ему договоряете, так и скажите. Что ты не делаешь свое обещание, не могу тебе больше доверять. Я, соответственно, отдаляюсь от него. Значит, просто жалоба. Я думал, что можно изменить, возможно, мне отдалиться от него надо. Я думал, что можно изменить себя. Себя изменить. Отдаляться не надо. Не обязательно. Ээ... Или тут уже нет шансов. Эээ... Шансы есть всегда. Но люди не меняются. Вы изменить можете? Эээ... Сами измениться. Его... Он изменится только если захочется. Ээ... Честно, меня эта ситуация разрушает. И смотри, я потерял эмоциональный баланс. Не могу ничего делать, как только я думаю об этом. А почему вы думаете об этом? Вот почему вы потерял эмоциональный баланс? Что за конфликт у вас происшествует? Что с чем конфликтует? Кто с кем конфликтует внутри вас? Какие чувства вы испытываете? Возьмите на себя ответственность за это чувство. Есть только чувства, нет парня. Нет парня, нет страны. Есть только вы и ваши чувства. Вот возьмите на себя эти чувства. Они не связаны с молодым человеком. Они связаны лично с вами. Что это за чувства? Что это за эмоции? Что это за переживание? Почему вас это так задело, что вы не можете ничего делать? А я вам скажу, что у вас никогда не было любимого дела. У вас никогда не было получше, что вы хотели заниматься. Вы никогда не делали то, что вам нравится. Вы никогда не делали чего-то для себя. Возможно. Знаете? Потому что отсюда вся эта сторона. Я чувствую, как эта ситуация ручит меня и мой покой. Не эта ситуация. Не эта. Погılar, покой у вас не былал. Погода. Не было никогда. Видимо. Если какая-то ситуация может биllenопроизменить ваш покой, то покоя у вас не был никогда. Покой может разручить развод, может разручить свадку, может разручить войну, может разручить там банкротство например. Это да. Это серьёзное глобальное изменение в жизни, но здесь ничего не меняется, здесь всё было как и было, понимаете. Также, не совсем понятно, о какой именно ситуации вы говорите, что вы пишите, что честно, меня эта ситуация разрушает изнутри. А какая именно ситуация? Мужчина, он такой, какой он был. Мужчина ничего экстраординарного не сделал. Если вы про измену, про то, что вот он говорит, что если он изменит, он захочет вернуться к вам, если этого, то это, опять же, я уже говорил, страх его потерять. Если вы про его поведение в целом, так оно всегда такое было. Поэтому здесь, пожалуйста, поподробнее, что именно за ситуация, что конкретно. Я всегда был очень сильным, самодостаточным жизнерадостным человеком, много путешествий, у меня был большой круг интересов и занятий. А стать наедине, это была моя мечта. Не очень понятно. Не очень понятно. Ну, здесь просто уже не понятно написано, что вы имеете в виду, я даже никак не буду это интерпретировать, потому что, может быть, что угодно. Вы пишите, что много путешествовали, у вас был большой круг интересов и занятий, может быть, что изменилось. А не потому ли вы много путешествовали, что от себя обижались всё это время, раз вы вот к человеку так быстро переехали. На 22 горе вы много путешествовали, то есть вы не учились, вы не получали специальности, вы не развивались, вы как бы не становились специалистом высокого класса в какой-то области. Вы не реализовывались. Путешествия и круг интересов и занятий, большой круг интересов и занятий, это здорово, но это не реализация, судя по тому, что вы пишете. Вы пишете, что всё повернулось так, что я чувствую себя разбито и нет желания ничего делать. Нет, не всё повернулось так. Это вы повернулись так. Видите, как вы уходите от ответственности? Это же ваш выбор. Ваш первый выбор был связать себя с этим человеком. Ваш выбор был приехать к нему, приехать в Испанию. Ваш выбор был ничего не менять, когда он там первый раз предпочёл, например, вам друзьям, друзей вам предпочёл, да. Ваш выбор был не ходить никуда самой. Ваш выбор был просить его. Ваш выбор был давить у него. Это всё ваш выбор. Это цепочка ваших выборов. Так что ничего самой не повернулось. Пыталась понять, если будущее у нас, будущего нет. Если только здесь и сейчас, будущего нет. Есть будущее у вас лично и всё. Нельзя жить с кем-то ради будущего. Мы живём с кем-то ради здесь и сейчас. Я знаю, если у нас будет так продолжаться, то я не вынесу всё это. Что именно будет продолжаться, чего именно вы не вынесете, как это проявляется или проявится. Я верю, что люди так и меняются. Они, наверное, должны понимать, для чего это делать. Нет. Люди не меняются. Люди меняются, если они вот, ну, вступают в определённый кризис, если они хотят что-то в себе менять, если им плохо. Люди меняются. Вам плохо, вам меняются. А молодому человеку лучше меняться. Ну, это всё хорошо, его всё устраивает. Так, я знаю, что я поменялась ради него кое в чём. И вопрос заключается в том, вы поменялись ради него кое в чём себе во вред или нет. Если во вред, то это жертва, которая обусловлена только вашими личными желаниями и за эти перемены вы от него чего-то ждёте. А если вы менялись ради него и вам это не вредит, то об этом не стоит вспоминать. Заметьте, как вы перечисляете это. Вы говорите, я для него поменялся кое в чём. И что? Почему вы об этом говорите? Зачем вы об этом говорите? Понимаете ли вы, что это уже в торг идёт? Это именно торг. Требовать от парня что-то нет смысла. Можно лишь направлять. Да нельзя никому направлять. Нет, ну конечно, направлять можно, но для этого нужно искусство. Проще следовать единому курсу, а не направлять. Моя сестра говорит, что я просто постоянно придираюсь и она так делала, что когда хотела расстаться с моим парнем, при удобном моменте она таки рассталась с ним. Значит, смотрите, первая ошибка. Вы рассказываете об этом сестре. Это первая ошибка. Вторая, второй момент. Я лично думаю, что вы не хотите может расстаться, но вы используете эти аспекты для того, чтобы подтвердить свою позицию, свою жизненную позицию. Например, позицию, что вы никто, ничто и вообще отношения вы не достойны. К пример. Вот. Вы пишите, я могла это сделать сто раз, но постоянно, когда речь заходит о расставании, я закрываю тему. Почему? Вновь вы не поясняете. Вы пишите, я могла расстаться сто раз. Значит, вы расстались. Значит, вы расстались. Если вы это говорите, вы расстались. Вы не говорите, что вы его любите, кстати говоря. Вот он говорит, что он любит вас, а что вы его любите, вы не пишите. И если вы пишетесь, то я могла это сделать раз, расстаться на себя расстались, и удерживала только ваши потребности, ваши желания. Отберу внимание вопрос. Является ли случайностью тот факт, что вы и ваша сестра ведете себя, по сути, очень похож? Хотелось бы, чтобы вы мне что-то посоветовали и о отношениях, но в большей мере обо мне. Как вернуться в эмоциональное стойкое состояние? Ну, в принципе, я вам сказал. Могу сказать еще только то, что вот ваша хотелось бы, да, это очень такая неуверенная в себе позиция. Хотелось бы, это позиция, опять же, скорее жертвенная. Ну, мне вроде бы хотелось бы, а вроде бы и нет. Ну, вроде бы хочу, а вроде бы и нет. Что-то, наверное, говорят, либо хочу, чтобы я посоветовал, либо не хочу. Это первое. Второе. Психологи советов не дают. Психолог дает рекомендации. То есть, как бы, никто не будет брать вас, брать на себя за вас, соответственно. Вот. Как вернуться в свое эмоциональное состояние, прежде, прежде, обрести его. Лучше случиться с себя, опираться на себя, а не на других людей. Учиться независимости. Поработать с личными границами, с личной ответственностью. С своими чувствами. Чтобы вас не убивали какие-то слова. Вот. Вот так, я думаю, можно ответить вам на ваш вопрос. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Если у вас остались все дополнительные вопросы, вы можете задать мне их в личку. Я буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим. Я желаю вам всего самого доброго и удачи.